Ревновать и верить Хорошо известных русской литературе, прежде всего, поэзии. Александр Петрович Сумароков в середине 18 века писал «Как любиться в жизни сладно, ревновать только гадко, Только крив ревнив их путь, их нетрудно обмануть». А герой пушкинского стихотворения Гусар сокрушался. «Кажись, о чем бы горевать, живи в довольстве, безобидно, да нет, Я вздумал ревновать, что делать? Враг попутал, видно». А вот лирический герой Николай Гумилёв признавался. «Смотри, он идёт, опять и целуют руку твою. Не могу ли я ревновать, я, который слишком люблю?» Слово «ревность» неоднократно встречается в священном писании. Однако его новозаветное значение достаточно сильно отличается от современного употребления. Этимология связывает слово «ревность» с такими словами, как «рвение» и «рваться». В ряде текстов священного писания аналогом русского слова «ревность» выступает греческое «рвение», «стремление» и даже «соревнование», «предмет соревнования», и более того, «слава» и даже «счастье». В русском языке слово «ревность» изначально подразумевало следующее понятие – усердие, старательность, рвение. А несколько позже его стали трактовать как зависть и даже боязнь чужого успеха, опасение, что другое сделает лучше. И, наконец, самое страшное – мучительное желание безраздельно владеть чем-нибудь. Страстная недоверчивость, мучительное сомнение чьей-нибудь верности, в любви, в полной преданности. Конец статы. Со временем произошла постепенная трансформация этого понятия. Первое значение как-то вышло из обихода и позиционируется как устаревшее. А второе постепенно отделилось в ревность, как сомнение в любви. И верность стала основным. И еще. Чисто на фонетическом уровне я заметил, что слова «верность» и «ревность» состоят из одних букв. Только корень «вер» – «верить» есть обратный корню «рев» – «ревность». Эта обратность созовет впечатление, что «верность» и «ревность» – это слова антонимы. «Верность» как «вера» противостоит ревности, как «невере». Более того, напрашивается такая ассоциация. «Вер» – это «верить», а «рев» – это «реветь». Эту разницу великолепно понимал лирический герой Константина Бальмонта, который, несмотря ни на какие беды и наветы, заявлял «Но повсюду вечно чуду буду верить я мечтою. Буду вольным и красивым, буду сказкой золотой». Такой же готовностью верить в лучшее проникнуты многие сроки Александра Блока, прежде всего обращенные к любимому человеку. «Я буду верить» – не растает до утра нежный облик твой, то некий ангел растилает ночные перлы предо мной. Знаете, насколько удивительно мудрый у нас язык, и как-то не вспомнить Алексея Апухтина. «Я хочу во что-нибудь доверить, что-нибудь всем сердцем полюбить». И, конечно же, великолепные строки Игоря Северянина в стихотворении о женщине, где он по-своему понимает слово «ревность». И ревность должна ей быть невесомой, и нежность должна ее быть как гранит. О, класково-чуткой, влекущей, влекомый мужчина всегда интерес сохранит. За женственность будет любить голубую, за желтые, синие стеклышки глаз. Ну, можно ли женщину бросить такую, которая всячески радует вас? С праздником! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова